Маргарита Ордо. Любовь под прикрытием. Глава первая. Любовь зла. Любовь замерзла. Любовь отчаянно хотела устроить разборки всем московским сервисам такси. Сколько можно получать в ответ, по вашему заказу идет поиск машины. Они, похоже, машину на Северном полюсе ищут с поисковыми медведями. Встаю здесь уже минут двадцать. На улице мороз. Вокруг склады и сизая ветреная ночь. Мой автомобиль забрал эвакуатор. Арендодатель уехал еще до него. И я осталась одна черт знает где за МКАДом. Здесь и в тулупе в такое время ходить опасно. А уж в норковой шубе на каблуках, с печатью компании и крупной наличностью в сумочке, дефилировать решится разве что только самая отчаянная русская женщина. То есть я. Люба Соколова. Двадцати семи лет от роду. Очаровательная шатенка с ямочками на щеках. Которой не суждено было стать моделью из-за недостатка в росте и небольшого избытка в весе. По дружкам я говорю, что пышные бедра в моде и лучше быть толстой и красивой, чем худой и несчастной. Сбросить лишние килограммы я не мечтаю, потому что страшно люблю шоколадные сырки. Люблю настолько, что я их произвожу. Экологически чистые, натуральные, вкуснейшие. Без всяких там вредных добавок. В маленьком, уютном, почти кулинарном цеху тут неподалеку. Я постояла еще немного, тыкая носом замшевого сапога в сугруп. А к аллею. Ладно, где наша не пропадала. Я поежилась, досунула сумочку под мышку и потопала к конечной станции метро. Судя по карте в подвисающем телефоне, идти было не очень далеко. Двадцать минут по наледям и хрусткам и снегу, и я ввалилась в тепло и мрамор. К турникетам и привычному запаху цирковой соломы, которой, как мне кажется, всегда пахнет столичное метро. Впрочем, с тех пор, как я обзавелась в кредит Феденькой, мини-внедорожником красного цвета, я забыла об общественном транспорте. Мне нужно быть мобильной. Я женщина маленькая, деловая и властная. Не то, чтобы я любила раздавать всем на орехи, но как иначе строить бизнес. Я оплатила в кассе, получила карточку и даже с некоторым интересом вступила на эскалатор. Главное, тут было тепло. Немногочисленные пассажиры ожидали поезда на светлом раморной станции с разноцветными, непропорциональными квадратами на стенах. Красивое у нас метро. А я люблю все красивое и за собой стараюсь следить. Даже не стараюсь, а прилагаю все усилия. Потому что начинающей бизнес-леди нужно выглядеть на все сто. И пыль в глаза пускать при надобности. А надо мне часто. Красивый поезд красиво примчался к красивому перрону. И я, немного замешкавшись, вошла в крайний вагон вслед за пожилой парой. Не знаю, откуда взялась эта дурная привычка вместо последнего говорить крайний. Но все говорят, и я заразилась этой темной суеверчиной. В вагоне уже сидел один пассажир. Мужчина. При виде него я поморщилась, потому что мне с моей активной жизненной позицией ни за что не понять, как не старый совсем человек, судя по отсутствию седины в космах и в кудлатой бороде, может себя так запустить. Одет грязно, намотано что-то на шее, замызганные ботинки, перчатки с обрезанными пальцами. Зарос бородой так, что лица не видно. Явно бомж. Я отвернулась и ушла в другой конец вагона. Знаю, осуждать нехорошо, но и жалеть не лучше. Влад, мой бывший коллега из молочной фирмы Трим Тильбан, и вообще мой бывший, всегда говорил словами капитана Жеглова. Жалость поповское чувство. Я с ним согласна. Жалость унижает. Слабость в мужчинах я не приемлю. Сама бы хотела быть слабой, но некогда. Вагон был чистым и новым, но я не стала садиться. Шубку жалко. Я обрадовалась наличию вай-фая и уткнулась в телефон. Побалую себя немножко хорошей книгой. Обычно я читаю в пробках, чтобы время зря не терять. Поезд остановился на следующей остановке, и в вагон ввалилась группа нетрезвых парней лет по 18-20. Они начали шумно смеяться и переговариваться, а один из них посмазливее и понаглее подошел ко мне. «Вау, какая чика! Познакомимся!» «Молодой человек, я вам в матери гожусь!» Стругой ответила я и отвернулась. Тот ничуть не смутился. Ухмыльнулся отвратительно и сказал. «А я б затусил с такой мамочкой!» И я гакнул длинный в черной шапке и с едва отрошей козлиной бороденкой. «Усынови меня, детка!» Остальные похабно расхохотались, отравив воздух в вагоне спиртным перегаром. Пожилая пара спешно пересела в противоположный конец вагона от греха подальше. Мое сердце ёкнуло. В желудок упал ледяной ком. Но я не показала вида, что испугалась. И прошла уверенным шагом обратно. Туда, где сидел бомж. Уж лучше знакомство с ним, чем с этими беспредельщиками. Впрочем, бомж казался не просто тихим, а будто бы выключенным. Да уж, помощи от него не получить. Я решила выйти на следующей станции и дождаться другого поезда, встав где-нибудь рядом с полицией. Увы, нахалы не поняли, что разговор окончен, и переместились за мной. «О, какие мы гордые!» — процедил смазливый. «Ну, если не хочешь веселиться, поделись, что там у тебя в сумочке». И потянулся за ней. «Мы голодные, мамочка!» Я вцепилась в сумку обеими руками, испугавшись не на шутку, и рявкнула. «Пошел вон!» Одного рывка парню хватило, чтобы моя заветная сумочка оказалась у него. Я похолодела. «А ведь и электрошокер там же!» «Что теперь?» Я кинулась за сумочкой, готовая драться, и проорала бомжу неистово. «Эй, вы же мужчина! Сделайте что-нибудь! Помогите!» Смазливый перебросил, издевая сумочку в другую руку, а долговязый уже протянул мерзкую ладонь к моей щеке. «Расслабься, детка!» Снова мерзкий смех. Они обступили меня. «Ну же, помогите!» Закричала я, стиснутая в кольцо, зарвавшимся молодняком. «Зачем я кричу? Семеро! Их семеро! Даже нормальный человек ничего в такой ситуации не сделает!» Скользнула в отчаянии взглядом на серую фигуру. И вдруг бомж вдохнул, выдохнул и будто бы включился. Вскочил с места, оказавшись высоченным. Ударил одного под коленем ботинком, второго по голове локтем, третьим у коленом в пах, четвертый и пятый получили с ноги профессиональным ударом каратиста. Долговязый полетел головой в поручень, смазливый попятился. Еще один выпад ногой и нахал, как остальные, валялся на полу, корчась в стонах. «Он мне нос сломал!» Бомж поднял сумочку. Без слов протянул мне. Зыркнул огненными карими глазами и отворачиваясь, будто бы опять выключился. Ошарашенная я забыла, что надо сказать. Только раскрыла рот, закрыла, как пчеглазая золотая рыбка в аквариуме. Поезд остановился, двери раскрылись, бомж стремительно вышел. Меня охватил стыд и смятение. Ведь он же меня спас. Во всех смыслах. А я... Я бросилась за мужчиной краснее и вновь обретая дар речи. Подождите! Эй, постойте! Ну, куда же вы? Я отблагодарю вас! Но бомж с навыками Брюса Ли уходил от меня чрезвычайно быстро по немноголюдной платформе. Я чуть было не поскользнулась на своих каблуках, все-таки сломала супинатор. Чтобы не упасть, схватилась за указатель. Подняла глаза, а кудлатого незнакомца и след простыл. Как? Куда он делся? Растворился? Тут же все как на ладони, вплоть до эскалаторов. Но никого на станции не было. Только полицейский с дубинкой и вопросом «Вам помочь» шел ко мне. И я пробормотала растеряно. Боже! Раньше были супермены, а теперь супербомжи? Ниндзя! Совсем экологию испортили.